Добро пожаловать на наш канал! 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 лицом к этой категории людей, к этим обществам и решить вопрос. Мы понимаем, что сегодня рыночные отношения, но чтобы государство решило 4-5 видов, чтобы сделали монополию для этих предприятий, для этой категории людей. Господин Борлазиан, я благодарю вас. К нашим дебатам присоединился независимый кандидат Сергей Бонарь. Господин Бонарь, в соответствии с правилами дебатов на Публика ТВ, вначале у вас есть 2 минуты для того, чтобы представить свою программу в том, что касается развития промышленности в нашей стране. Во-первых, добрый день, уважаемые телезрители. Прошу прощения за свое опоздание, но приехал с акцией, не просто опоздал в пробке. Что касается темы сегодняшних дебатов, конечно, эта тема очень притягивающая к себе. У многих до сих пор существует та ностальгия, что были заводы, где работали. Ну, наверное, я не буду преувеличивать, что здесь были предприятия на территории Молдовы, которая тогда была Молдавская ССР, где работали и до 10 тысяч человек. Мы помним такие гиганты, как завод Ленина в муниципе Белц, мы говорим о таких гигантах, как Мизон в Басарабском районе, тракторный завод и многие другие предприятия, которые на тот момент функционировали. И сейчас, к сожалению, очень многие эксплуатируют данную тему и пытаются обещать, что предпримут все возможные усилия для возврата этих предприятий, для того, чтобы вдохнуть второе дыхание. К сожалению, всегда, очень часто я встречаюсь с противниками и пытаюсь объяснить, что популизм, он обычно дальше телепередачи не идет. Мы должны очень четко понимать, что на сегодняшний момент большая часть этих предприятий была раздроблена и частями перераспределена в результате не совсем честной, не совсем, можно и прямо сказать, коррумпированной приватизации, которая проходила в 90-х годах и с успехом была, с успехом в кавычках, конечно, я говорю, была завершена партия коммунистов с 2001 по 2005 год. На сегодняшний момент лишь малая толика из них осталась в собственности государства и, судя по всему, как мы видим, государство на сегодняшний момент не обладает той стратегией, необходимой, а также финансово-экономическими проектами для того, чтобы вернуть эти предприятия к жизни. Поэтому мне кажется, что мы должны прежде всего вспомнить, что большая часть предприятий работала на оборонную промышленность, то, что на сегодняшний момент Молдове не надо, что мы должны действительно прийти к национальной стратегии по созданию рабочих мест с возможным использованием тех земель или помещений, которые когда-то были частью крупных промышленных корпораций. Я благодарю вас. Теперь у меня будет несколько вопросов к вам, как я говорила вам уже ранее, на ответ по две минуты. Таймер вы слышите на последних восьми секундах. Господин Семеновкир, в вашей предвыборной платформе вы говорите о том, что увеличите высокооплачиваемые рабочие места в национальной экономике. О каком секторе национальной экономики идет речь и возможно ли создание этих высокооплачиваемых мест в промышленности, если она у нас еще осталась? Ну, во-первых, мы не говорим, мы это делаем. Значит, в этом году мы начали огромную программу развития регионов. У нас сегодня покрыто строительством Камрадка Ушана Кишинева. Открываем площадки в Бельцах, в Аргееве, в Синжирей, где мы говорим и делаем. Значит, сегодня нет смысла уезжать людям, люди приезжают, работают у нас, потому что получают достойную зарплату. Сегодня у нас специалисты получают зарплату свыше 10 тысяч лей. О каких специалистах Вы говорите? Мы сегодня говорим о специалистах всех строительных специальностей. Ну, мы знаем там, где есть строители. Строители дают еще развитию всей экономики. Экономика страны, значит, начала развиваться только в 2002 году, когда началось развиваться строительство. Не развивалось бы строительство, тогда не было бы хоть таких плачевных результатов, какие они были в тот момент, когда коммунисты правили страной. Вот, значит, это мы уже делаем. Значит, сегодня у нас есть огромная программа, где мы ее тоже уже начали делать. Это мы работаем с примариями. Как правило, значит, у нас расписаны программы. И я вам расскажу как пример, очень коротко. Мы сделали маленький бизнес, дали технику, дали технологии. Сельчане работают. У нас есть пошивочные цеха, у нас есть цеха по производству и строительных материалов. Это в наших республике, в селах у нас есть. Деньги уже имеют небольшую прибыль. Мы помогли им, вот что подкрыли. Мы им помогли им вести. Мы это кто? Значит, мы помогли, это и наша партия, это и концерн наш, который входит в эту смысле. Мы тоже в этой партии поддерживаем программу. Поэтому эта экономическая программа, она идет. И она идет довольно успешно, и мы ее будем развивать. Благодарю вас. Господин Бонарь, вопрос для вас. Вы говорили о том, что очень многие спекулируют, что вернут гиганты, которые работали в советское время. Как вы считаете, можно ли что-то реанимировать к жизни? И как использовать те помещения, которые остались от этих гигантов? Давайте возьмем с вами, для того, чтобы не говорить в общем о всей стране, о всех районах, давайте возьмем конкретно. Завод Ленина, муниципи Белтс, площадя квадратные километры, инфраструктура, которая требует многомиллионного содержания и реинвестирования. Более того, на сегодняшний момент эта инфраструктура уже не является тем целым, что оно было когда-то. Часть из этих помещений производственных, включая ту технику, пускай устаревшую, была отдана под приватизацию или под продажу с аукциона приватизационными фондами. Поэтому на сегодняшний момент, говоря о гиганте, он уже не тот гигант. Там уже десятки, а на многих предприятиях сотни собственников. Кто-то помельче, кто-то побольше. И поэтому объединить на сегодняшний момент у нас даже нет и юридической базы. Это является собственностью граждан Республики Молдова, иногда и инвесторов иностранных. А Конституция гласит, что частная собственность является неприкосновенной. Поэтому коммунистические лозунги национализируем, заберем и так далее, в современных реалиях неприменимы, на мой взгляд, в правовом государстве. Давайте возьмем завод «Мизон», который работал непосредственно только на оборонную промышленность, изготавливая электронное обеспечение, схемы для ракет дальнего и средней дальности действия. Опять же, Молдова на сегодняшний момент, первое, оборудование устарело, специалистов, подготовленных с практикой работы, которые готовы работать на данном предприятии, у нас нет. И самое главное, у нас нет стабильных отношений и каких-то контрактов подписанных. А раз нет производственной базы, то и каких-то контрактов говорить просто невозможно. На мой взгляд, на сегодняшний момент, что бы мы ни говорили, каким бы популизмом мы ни пользовались, у нас единственный выход из создавшейся ситуации – это построение. И для этого мы должны четко понимать, что когда депутаты, кандидаты в партии, построение среднего класса и той юридической базы, которая позволит нормально развиваться среднему и мелкому бизнесу. Средний и мелкий бизнес может дать 100 тысяч рабочих мест. Государство современное не может создавать рабочие места, оно может регулировать экономические процессы, не более того. Господин Банарь, благодарю вас, господин Барладяну. В своей речи вы упомянули, что те предприятия, которые работают, сохранились в советских времен. О каких предприятиях вы говорите, какова там ситуация? Я говорю о предприятиях общества инвалидов. Если посмотреть в обществе слепых, 7 предприятий. Есть в Бельцах, есть в Аргеве, Кишиневе, Басарабяска, есть и в Сороках. Из 3500 человек, которые работали раньше, на сегодняшний день работает чуть больше 200 человек. С какими трудностями они сталкиваются и чем вы собираетесь помочь им в будущем? Трудности очень такого характера, что 10-го, был отменен закон НДС при привозе комплектующих изделий для этих предприятий. Значит, они пользовались льготой. 10-го, 10-го августа был принят опять этот закон, чтобы он действовал. Но до сегодняшнего дня еще не опубликовано в мониторе. И предприятия в каждый год, если брать по обществу слепых, получали минимум 670 тысяч на открытие, 670 тысяч лей на открытие рабочих мест, для поддержания рабочих мест. Вот последний год опять тоже отменили, и убытки по НДС на сегодняшний день составляют 760 тысяч. Я думаю, что до Нового года, если еще ожидается на пятницу в мониторе, если не будет опубликовано, значит, скоро дойдем до миллиона. Это убытки, конечно, для этих обществ большие. Нам нужна поддержка государства, чтобы работал закон. То месяц работает закон, через месяц отменяется. Господин Барладяна, я благодарю вас. Господин Семеновкер, в своей программе вы говорите о том, что собираетесь предоставлять налоговые льготы молдавским гастарбайтерам, для того, чтобы они могли вкладывать деньги в малый и средний бизнес. Скажите, о каком малом и среднем бизнесе идет речь? И собираетесь, не знаю, попытаетесь ли вы как-то направить деньги гастарбайтеров на развитие промышленности? И в какую промышленность есть смысл вкладывать деньги сегодня? Да, сегодня, к сожалению, деньгами гастарбайтеров спекулирует государство, спекулирует неумело. Эти деньги сегодня не работают, они практически проедаются. Поэтому большого смысла гастарбайтерам вкладывать деньги сегодня в нашу банковскую систему нет. Это просто невыгодно. Для того, чтобы эти деньги эффективно работали, они должны работать в малых и средних предприятиях. Для этого, я еще раз повторюсь, мы разработали эту программу, довольно очень серьезную, где их деньги могут быть инвестированы. Какие области, виды деятельности вы предусмотрены? В строительство, в производство, в сельское хозяйство, в новые технологии, в любые. Для этого надо законодательство, четко, ясно, которое будет расписано, значит, какие они дивиденды и должны быть четкие правила игры. А каких налоговых льготах вы говорите, господин Семенов, какие налоговые льготы вы имеете в виду? Значит, прежде всего, налоговые льготы нам надо вернуться к тому, что 3-5 лет они не должны платить налоги. Эти все налоги должны идти в развитие производства. Только это может дать стимул развивать производство. Сегодня, для того, чтобы открыть бизнес, есть огромные проблемы. Мало того, что бюрократия, коррупция, надо везде платить, надо годами это все, значит, мучиться. И нет никакой... Почему же? Я так понимаю, что открыть бизнес не большая проблема. Удержать его и закрыть большая проблема. Нет, очень большая проблема, значит, во-первых, это надо получать. Сертификаты, это все прочее, это все стоит огромных дел. 4 часа сегодня в передаче мне сказали открыть бизнес. Строить, не правда. Значит, открыть, зарегистрировать его можно быстро. Для того, чтобы получить сертификаты в строительстве, надо иметь минимум 500 тысяч лей, значит, оплатить за эту сертификацию, за испытания, за прочее, прочее, прочее. Поэтому это огромная проблема. Деньги уходят никуда, бизнеса нет, нет стартового капитала, нету дешевых кредитов. Господин Семенов, Кирея, благодарю вас. Господа, мы вернемся к дебатам сразу же после рекламной паузы. В эфире предвыборные дебаты. Сегодня мы обсуждаем промышленность, развитие промышленности или, как я уже говорила ранее, то, что от нее осталось. Господин Баналь, вопрос для вас. Как вы считаете, какую промышленность следует и выгодно далее развивать в нашей стране? И какие условия нужно создавать для того, чтобы это имело свой экономический эффект? Ну, прежде всего, давайте все-таки брать, что у нас огромная часть населения. Я беру прежде всего не городские районы, я не говорю о муниципе Балса, муниципе Кишинев, о ряде других, более или менее крупных городов. Зона Рурала. Сельская местность, мы все-таки говорим о громадном количестве людей, вовлеченных в сельское хозяйство. Выращивание фруктов, овощей, то, что мы понимаем под сельским хозяйством. Конечно, здесь встает вопрос, что мы, имея первичное сырье, практически жизнь сама поставила нам ответ на правильный вопрос. Это переработка первичного материала. То есть мы на сегодняшний момент потеряли свои рынки по консервации. Я вам напомню, что еще в 90-х годах, когда связь между странами бывшего СССР была более или менее, и не было политической составляющей в этих отношениях, не было резких прыжков одной власти или другой власти в ту или иную сторону, а ситуация была более или менее выверенная на международном уровне. Я не говорю о той разрухе, которая имела место быть в самой Молдове. Мы имели очень большие рынки сбыта в России, именно то, что касается нашей консервации. И такие районы сельскохозяйственные, как та же Басарабянска, один из крупнейших узлов, практически весь период сбора урожая была забита составами, которые уходили в различные страны. Казахстан, Россия, Украина, Белоруссия. Мы это потеряли, это необходимо возрождать. Мы должны понимать, что что бы там ни говорили, как бы ни оперировали, винодельческая отрасль, коньякопроизводство, это было, есть и будет всегда брендом Республики Молдова, вне зависимости от цвета партии власти или от цвета альянса, или его отсутствия. Мы должны прежде всего говорить о том, что мы должны внедрять новые технологии в сельское хозяйство, потому что мы по-прежнему добываем, находимся, ну так скажем, на довольно отсталом уровне, и у нас три инструмента. Восемь лет мы возрождали страну, а вернее и уничтожали серпом и молотом, а по-прежнему, если взять нас в сравнении с Европой, мы работаем с АПой. Мы должны понимать, что продукция не только должна быть качественной, она должна еще и быть конкурентно способной по цене, потому что качество плюс цена, вот составляющая успеха любого бизнеса. Сейчас мы говорим о бизнесе. И, конечно, государство должно, я уже говорил, и в моей платформе сказано, это нулевая ставка на сельхозпродукцию. Пока этой нулевой ставки нет, мы можем четко говорить, что государство участвует в уничтожении сельскохозяйственной отрасли. Господин Банарий, благодарю вас. Господин Барладян, на ваш взгляд, какую промышленность необходимо поддержать и развивать далее? Какие условия для этого необходимо создавать? Ну, я считаю, что надо развивать малый и средний бизнес, то есть малые предприятия, потому что эти гиганты открывать, мы получим, какие бы там ни были технологии, работают, допустим, 5-10 тысяч человек, мы через полгода сделаем переносение рынка этими товарами, потому что пока мы найдем рынки сбыта, в сегодняшней реалии мы понимаем, что везде какая-то ниша появляется, ее быстро заполняет мелкий и средний бизнес. Они более быстро могут перейти с одной продукции, выпускать другую, я имею в виду, как швейные, как обувная промышленность. Ну, наверное, не так уж быстро. Переоборудование тоже стоит каких-то денег? Да, ну, понимаете, если он имеет 10 швейных машин и 20 машин для обуви, для пошивки обуви, это не так сложно переквалифицироваться быстро. А такие гиганты, там нужны суммы большие, большие инвестиции, и им тяжелее намного на сегодняшний день. Я думаю, что и на будущее тоже будет тяжело. Надо искать рынок сбыта, но стараться, чтобы... Вся индустрия, она рыночная, понятно, но все же таки, что она должна быть какое-то плановое и иметь развитие. Вы имеете в виду госзаказы или... О каких планах вы говорите? Ну, понимаете, у нас так, такая мода пошла. Видят, что, допустим, идет сегодня постельное белье, да, начинают все бросаться, шьют это, это постельное белье. Завтра видят другое, рубашки шьют, все кидаются, где прибыль больше. Поэтому, получается, и убытки, и переносение... Господин Барладяну, я благодарю вас за ваш ответ. Господа, сейчас у каждого из вас есть возможность задать оппоненту вопрос. На вопрос мы отводим по одной минуте, на ответ две минуты. Задающий вопрос имеет право на реплику, также минуту. Господин Семеновкин, пожалуйста, какие у вас вопросы господину Барладяну и господину Банарь? Ну, я хочу задать вопрос господину Банарю. Он, кстати говоря, на прошлых выборах очень остро поднимал эту проблему. Проблему коррупции, которая была связана с приватизацией, с незаконной приватизацией. Как вы считаете, господин Банарь, почему сегодня все декларации власти о том, что были украдены миллиарды, приватизированные на десятки, сотни миллионов, почему сегодня ничего не доведено до какого-то логического ума? Почему мы сегодня не знаем наших героев? Мы говорим о каком периоде? С 2050-го? Мы говорим с 2000-го. Боновая приватизация. Мы говорим, я бы больше уделил внимания после 2001-го года. И частично, конечно, это что такое боновая приватизация и чем она закончилась. Господин Зиновьев задал мне вопрос, представляя эту партию, я хотел бы передать наилучшее пожелание выздоровления вашему лидеру, потому что политика политикой, надо оставаться людьми, чтобы господин Цуркан выздоравливал вне зависимости от итогов выборов. Ну, во-первых, что касается с периода с 2001 по 2009 год, наверное, на этот вопрос господин Цуркан может ответить, находясь на ключевых постах в парламентских комиссиях, возглавляя парламентские комиссии по инициативе партии коммунистов, находился в первой десятке, избирался постоянно, был очень рядом с высшим руководством Компартии. Почему с 2001 по 2009? Можно ответить очень коротко. Режим коммунистов был, есть и остается построен на криминале. Поэтому говорить о каких-либо законностях или беззаконии, режим коммунистов и есть равно беззаконии. Так было всегда. Они не борются с бедностью, они борются всегда с теми, кто лучше их. В этом состоит сущность Компартии. Что касается сегодняшнего альянса, я уже и публично, и на пресс-конференциях говорил, что сегодняшний альянс, наверное, это самое большое разочарование с 2000 года, потому что эти люди показали абсолютно неспособность договариваться в интересах страны, но показали сумасшедшую изворотливость в договорах в собственную пользу, в целях собственной выгоды, в назначении друзей на наших финнов и кумовей. В этом они, конечно, преуспели и побороли все существующие власти. Но мы не должны забывать, первое, что процесс приватизации, и я, наверное, не побоюсь этого слова, целый период разграбления страны и нанесения ущерба не только поколению 90-х и 2000-х, но и наряд поколений вперед, происходил при непосредственном участии членов Компартии и членов сегодняшнего альянса. У них есть биография, где видно, что они занимали ключевые посты. Более шести или семи человек в действующем правительстве непосредственно участвовали в процессе приватизации. Они не могут бороться сами с собой, со своими поступками, в силу того, что тогда они должны открывать против себя уголовные дела, во что я не верю. К сожалению, Молдова говорит много о правовом государстве, но права у нас нет как такового. Я благодарю вас за ответ. Господин Семеновкер, у вас есть реплика, воспользуйтесь ею. Да, я хочу сказать, что, в принципе, я удовлетворен частично этим. Ну, с чем я полностью согласен, что сегодня руководить стороной не политические деятели какие-то, а сегодня руководить стороной олигархи. И все это продолжается. И, конечно, для нас самое главное это сегодня всем вместе объединиться. Независимым партиям, депутатам, партиям, маленьким партиям. Потому что то время, которое было в прошлом правительстве, в этом правительстве, оно должно уйти навсегда. Особенно время правления Воронина. Только после этого могут прийти нормальные люди, такие, как и господин Банар и другие. Очень много людей, которые могут навести порядок в стране. Вот. И пора его наводить. Я благодарю вас, господин Семеновкир. Какой у вас вопрос господину Барладяну? Я хотел бы задать господину Барладяну, известно ли ему то, что наша партия... Мы встречались с вашим председателем общества, господином Слифосом. Не только мы встречались, мы с ним выезжали в Сороке, были на предприятии, мы изучали проблему общества слепых, мы эту проблему знаем. Самая большая проблема в том, что нет реализации их товара, который у них специфический. Сегодня все завозится контрабанда и очень дешево. И в курсе ли вы того, что мы договорились о создании после выборов очень серьезных совместных предприятий с новыми технологиями, для того, чтобы эти технологии могли бы обеспечить зарплатой, работой. И в курсе ли вы того, что мы договорились, чтобы мы строили дешевое доступное жилье для этой категории? Господин Барладян, пожалуйста, у вас есть две минуты на ответ. К сожалению, я не знаю об этих ваших встречах. Если они были, и такие намерения есть и у вас, и у господина Асклифа, я приветствую их и готов поддержать всем, чем я смогу. Конечно, и социальное жилье дешевое, и открытие рабочих мест для этой категории, так как есть площадя, есть люди. Это надо только приветствовать. Но, к сожалению, я об этом не слышал. Удовлетворенный ответ. Да, спасибо. Благодарю вас. Господин Барладян, какие у вас вопросы к оппонентам? Наверное, к господину Семеновкиру будет вопрос. На сегодняшний момент очень много циркулирует и в прессе в том числе, я надеюсь, что вы поймете этот вопрос правильно, по реконструкции мемориала интернетат. И почему-то так складывается, кстати, наверное, это в плюс вам, что именно сейчас это стали критиковать подведомственные по КРМ средства массовой информации. Как вы прокомментируете все эти слухи, которые стали циркулировать? В смысле? Что господин Семеновкин непосредственно участвовал, что часть бюджетных средств пошла не на освоение данного строительства, а ушла в другую сторону и так далее. Потому что говорить вам конкретно интернет-ресурсы, интернет-ресурсы, которые участвуют. Я вам просто говорю, потому что действительно такая информация есть, причем интерес в этой информации. Почему? Но эти сайты как бы славятся тем, что очень много там сидит именно представителей партии Компартии. Поэтому я задаю вопрос, потому что цифр конкретных я не нашел, но пробрасываются определенные слухи. Я благодарю вас, господин Семеновкин. Пожалуйста, у вас есть две минуты на ответ. Да, спасибо. Мы знаем, что тень на плетень господа коммунисты умеют делать, особенно эта команда Воронина. Я вам хочу сказать, мало кто знает, что я очень сильно пострадал и никогда это не выпячивал в прессе. Моникально он меня хотел посадить в тюрьму именно из-за этого мемориала. Никакого отношения в финансовом отношении я не имел. В первый день, когда я ему сообщил о том, что при сметной стоимости 19 миллионов было украдено, отмыто через фирмы помойки, где я ему назвал имя более 35 миллионов, значит, реакции практически не было. Всех участников мы знаем, значит, все участники проходили, есть акты счетной палаты. Значит, были суды, но ничего не доведено до ума, потому что участие его и его семьи, это огромное было участие. Это участие очень многих фирм. Кстати говоря, не только там. Мы вскрыли очень много и по газу, и по железной дороге. У нас было более 175 дел, которых мы ему направили и направили в коррупцию, охищение. Сотен миллионов. Мы нашли водопроводы, которые только находились на бумаге. Их не было. Мы перерыли поле, ничего не находили. Поэтому господин Воронин решил очень серьезно отомстить мне. Значит, мало того, земли, которые были выделены на доступное жилье, превратились в коммерческое строительство. Об этом все знают. Об этом знает и сегодняшняя власть. Но никто не предпринимает никаких действий, потому что сегодня, я еще раз говорю, есть списки социалистов, синдикатов итальянских, как мы будем говорить, во многих партиях, где участвуют эти мафиози. Понимаете, они сегодня регулируют в их руках прокуратура, инвестиции, в их руках все. Поэтому они были с коммунистами, они сегодня здесь, а вообще они все вместе. Господин Семенов, я благодарю вас. Господин Банарь, вы удавили древненный ответом. Я узнал то, что хотел. Что касается вообще сегодняшней темы, я, наверное, хотел бы обратиться еще раз к телезрителям, чтобы они были очень внимательны, когда слушают обещания. Потому что, честно, я очень удивлен теми, кто был у власти, которые обещают 100 тысяч рабочих мест. И самое удивительное, что и эти сегодняшние, хотя среди них есть очень много моих хороших друзей, товарищей, с кем мы вместе боролись с этим режимом, что они, к сожалению, скатились до уровня коммунистических обещаний. Это очень настораживает и очень мне напоминает трансформирование борцов с режимом в часть режима, с которым боролись. Мы должны понимать, что сегодняшние схемы, по-прежнему созданные партией коммунистов, работают уже при новой власти. И вот это, на мой взгляд, очень опасно в том плане, что и сегодняшняя акция, которую провела молодежь из моего предвыборного штаба, говорит о том, что очень из-за непродуманных действий, а часто коррупционных действий сегодняшней власти, к сожалению, возрастает риск возврата коммунистов. И надеюсь, что ни один честный человек в этой стране не проголосует за ПКРМ 28 ноября. Благодарю вас, господин Банарь. Ваш вопрос для господина Барладяна. У меня нет вопросов. Нет вопросов. Хорошо. Господин Барладяна, пожалуйста, у вас какие вопросы к оппонентам вашим? Господин Банарь, как вы смотрите, вы поднимали в свое время вопросы по патентщикам. Как вы смотрите... Почему поднимал? Я и поднимаю. Понятно, и сейчас тоже. Я всегда думаю, что до конца... Ну, тогда была более такая волна в начале. Как вы смотрите предоставление патентов в сфере услуг? Это я имею в виду как парикмахеры, массажисты. Потому что на сегодняшний день пока эти люди не могут их заставлять открыть фирмы. Ну и другие. И более такие даже шитье, где работают 2-3 человека, а не работают по 20-30 человек. Я понял суть вашего вопроса, но я бы сделал замечание тем людям, кто вас готовит, чтобы они внимательно читали программу. Это не вам упрек, а тем, кто вас готовит. Чтобы они внимательно читали программу. Именно этому посвящен первый пункт. 2011 год. Это будет расширение сфер деятельности базы различных отраслей экономики, которые смогут работать на базе предпринимательского патента. Это и есть основной пункт на 2011 год. В том случае, если избиратели доверят мне свои голоса, и я смогу стать первым независимым депутатом. Независимым не потому, что придам фракции, а потому, что буду избран людьми. Поэтому тут не на что смотреть. Я предлагаю, чтобы все отрасли экономики, где работают до 5 человек, это могут быть и ПСРЛ, должны быть включены в базу предпринимательского патента. Работать на базе предпринимательского патента. Таким образом, мы сокращаем первое, коррупционную составляющую. Второе, количество финансовых ресурсов и затрат, связанных с отчетностью несовершенной налоговой и финансовой политикой государства. И самое главное, даем резкий стимул для создания новых рабочих мест именно на базе предпринимательского патента. На сегодняшний момент, к сожалению, департамент статистики у нас работает очень плохо, но по нашим оценкам, поскольку я по-прежнему, как говорит молодежь, нахожусь в этой теме, у нас работает с 60 до 80 тысяч человек на базе предпринимательского патента. В том случае, если первый пункт моей программы сможет быть проведен в жизнь и получит реализацию на практике, мы говорим не больше и меньше о создании как минимум вдвойне рабочих мест. То есть разговор идет от 60 до 80 тысяч рабочих мест. А при нормальном отношении государства и создании необходимой законодательной базы, мы можем говорить и о так называемых 100 тысяч местах. Только один нюанс. Их создает не государство и не Банарь. Банарь может вынести инициативу, обеспечить законодательную базу, а создавать рабочие места могут только экономические агенты. Господин Багладян, у вас удовлетворил ответ? Да, да, спасибо. Ваш вопрос для господина Семеновкира. У меня вопрос такой. Как вы думаете, в вашей программе открытие рабочих мест, открытие заводов, я хочу сказать опять, не будет ли перенасыщения рынка теми товарами, которые вы планируете, если будет какая-то узкая специализация? Да, спасибо. Значит, я хочу прежде всего сказать, что... Или есть контракт выход на зарубеж? Я хочу сказать, что для этого надо иметь огромное желание. Прежде всего надо для себя понять, чего мы сами хотим. Если мы хотим, значит, попасть в парламент, и мы видим сегодня некоторых политиков, лица, которые не идут как будто на Голгофу, они как будто себя дают в жертву. Это очень все вызывает огромные странные явления, когда мы знаем, что им там очень сладенько, поэтому они рвутся туда, потому что для них это сегодня огромные клановые схемы. И об этом тоже мы все знаем. Но желание что-то сделать, что-то созидать для народа, мы сегодня видим представителей инвалидов. Недавно я встречался с полторы тысячи инвалидов, которых мы собирали. Эти власти, которые есть, они понятия не имеют, чем сегодня живет народ, что он хочет. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, я еще раз говорю, что первое, что для нас самое главное, это экономика. Экономика, которая объединит всех политиков. Та программа, которую мы сегодня начали, вот в Бельцах, примар-коммунист, в Аргееве примар-демократ, в другой партии другой. Значит, все примары, я знаю, что и господин Банарь поддержал программу развития этого региона, где мы должны построить около 10 тысяч квартир со всей инфраструктурой. Это рабочие места. А после этого, это еще рабочие места. Поэтому мы это не обещаем, мы это делаем. Что касается инвестиций. Инвестиции сюда придут только при стабильности. Когда не будет национальной розни, когда не будет сегодня лоббирование и запугивание то Румынии, то России. Когда будет до такой степени поднято национальное сознание, что мы все-таки живем в одной стране, что мы все-таки это одна семья и нам делить нечего. Вот эти все факторы повлияют очень серьезно на развитие экономики и на развитие наших с вами жизней в дальнейшем. Господин Боргладиан, у вас удовлетворил ответ? Да, спасибо. У меня последний вопрос к каждому из вас и потом перейдем к обращению к избирателю. Господин Семеновкир, если вы могли бы очень четко назвать, какие виды деятельности, какие отрасли экономики вы собираетесь в дальнейшем продвигать и создавать условия для того, чтобы был какой-то экономический эффект? Ну, я вам хочу сказать, сегодня все говорят, аграрная страна, аграрная страна. Значит, будучи на дебатах партийцей во главе, значит, господин Вороня, я не помню, в какой-то селе, те сказали, у нас засуха, у нас все помирает. Значит, они им обещали, вот насчет обещания, они сказали, изменим климат на 15 градусов, все у вас будет хорошо. Все эти годы мы знаем, что сельское хозяйство у нас имеет риск, огромный риск. То засуха, то, значит, наводнение, то прочее. Есть в мире уже давно все это. Это и орошительные системы, это и тепличные системы, это технологии, которые мы могли бы позволить на такой золотой земле, как у нас, мало стран имеют в виду, выращивать очень серьезно. А как бы собирались привлечь капитал в эти отрасли? Для этого надо создать условия, для этого должны прийти люди с огромным желанием, это должны прийти патриоты страны, а не те, которые патриоты только своих личных интересов. И когда у нас, я уже говорил, когда придут люди, действительно нормальные патриоты, как вот мой оппонент, как все прочие, у которых душа болит, которые выступают, и мы видим, они болеют за эту страну, но их не допускают к власти. Почему? Потому что они не нужны. Эти кланы рвут эту землю на части. И вот когда мы дадим отпор, и когда наши люди, которые... Господин Синович, я так понимаю, в сельском хозяйстве, технологичное сельское хозяйство, это один из секторов. Какие еще? Переработка, новые технологии. Я еще раз говорю, у нас очень дешевая сегодня рабочая сила. Сегодня нет проблем привезти новые технологии. Мы знаем опыт того же Китая, когда были привезены мини-технологии, все это разрасталось, и это было очень конкурентно способно, и сегодня конкурентно способно. Для этого нужны деловые люди, для этого нужно не мешать. Люди не просят, сегодня не побираются. Они говорят, не трогайте, дайте возможность. Это касается и бизнесменов, и малого, и среднего бизнеса. Сегодня молдавский житель ничего не просит. Он говорит, не трогайте нас, не издевайтесь. Дайте, мы все сами заработаем. Благодарю вас, господин Банарь. Вопрос для вас такой. В вашей программе вы пишете о том, что собираетесь разработать и внедрить закон о спонсорстве. Чем не устраивает нынешний? Нынешний закон о спонсорстве называется таковым, но не является тем стимулом для обнаружения, для желания деловых кругов иностранных инвесторов участвовать в социальных и культурных проектах. Данный закон, прежде всего, предполагает, что в том случае, если действующий на территории Республики Молдова экономический агент выделяет необходимую сумму и участвует в государственных проектах в социально-культурной сфере, в молодежных проектах и так далее, выделяет определенную сумму, эта же сумма должна сниматься с его налогов. Получается очень простая связь. Почему это надо? Объясню вам. Если бизнесмен уплатит налоги и данными налогами распределяет государство и чиновники, поверьте, эффективность этого распределения, а также сумма, которая в конце концов дойдет до непосредственной реализации, будет намного меньше, чем если экономические агенты непосредственно напрямую будут участвовать в инвестировании социальных и культурных проектов. Простой пример в вашей студии очень часто находится один человек, который не понимает, что ищет. Допустим, один из независимых кандидатов, который когда-то возглавлял программу «Доровел о культуре». Миллионы лей были похищены из бюджета, я заявляю это официально. Миллионы лей. Этот человек находит в себе наглость, еще баллотируется. Ясно всем, что выступает от коммунистической партии. Но вот что такое культура, когда ее проводит в жизнь власть. Во-вторых, давайте реально смотреть на вещи, мы все говорим, что политика – грязное дело. Разве может грязное дело создавать что-то чистое? Надо отдавать это не как государство по своей сути, я говорю о чиновниках, о правительстве и парламенте, я отдаю отчет в том, что я говорю, является потребителем. Ни государство, ни парламент, ни правительство не создает рабочие места, они должны регулировать экономические, социальные, культурные развития страны. Но ни в коем случае не создавать. Это глупость и популизм. Не важно, кто это говорит, зеленые, голубые или красные. Или больше, синие и так далее. На сегодняшний момент люди должны отдавать себе отчет, что время лозунгов довело страну до тупика. И из тупика могут вывести эту страну только люди, если они проснутся. Господин Банар, я благодарю господину Барладяну. В том случае, если вы попадете в парламент, с чего вы начнете? Первые свои шаги. Первые мои шаги будут вопросы, которые будут касаться общественных инвалидов. Значит, предоставление льгот предприятиям, открытие рабочих мест и открытие рабочих мест других экономических агентов. Но для этого государство должно их освободить от каких-то налогов. Или, как делается в Германии, в Италии, государство вплоть к этому экономическому агенту определенные суммы для открытия рабочих мест для инвалидов. Там идут очень большие суммы, инвестируются в это дело. И, конечно, пенсии, которые на сегодняшний день мизерные. Я вчера встречался в Бельцах, был в обществе глухих, и у них пенсии... Понятно, что у них категория по-другому там считается. Нет первой группы, допустим. Но пенсия, где 240, 360, максимум 400 лей, это страшно. В обществе инвалидов встречался с одной женщиной, она говорит, у ребенка нет обоих рук. Государство платит, субсидии ему дают, 144 ле. Матери, что она по уходу за ним ничего не платит. Это тоже страшно. И поэтому государство должно в первую очередь решить вопрос пенсионный и поднятие минимальной пенсии, которая есть сегодня, 570 лей. С вами был Барладя, но я вас благодарю. К сожалению, времени на обращение у нас не остается. В любом случае, я благодарю вас за участие в дебатах. Желаю вам успехов. Это были предвыборные дебаты. Завтра увидимся в обычное время. В 18 часов 5 минут, а в 15.15 жду вас на ток-шоу «День за днем». До завтра.